Слово Божье Хорошо, он все сделал для этого. Но мы такие создания, знаете, что мы мешаем ему делать нас счастливыми. Вот сегодня, я надеюсь, мы что-то сделаем, ну поймем что-то, да, чтобы не мешать Господу сообразовывать нашу жизнь с Его волей. Она всегда же благая, угодная и совершенная. Она классная, она добрая всегда по отношению к нам. И, в общем, продолжим. Итак, название проповеди, оно взято из притч, 4 глава, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня». Стезя, ну это путь, дорога, может быть, кто-то не помогает, это такое достаточно старое слово. Это дорога, да, есть, да? Вот, которая все более и более светлеет до полного дня. Я получил этот стих, когда, вернее, да, я услышал этот стих, когда ехал на шово, вот, получил этот стих и понял, что я должен проповедовать на эту тему. Вот, хотя я был готов, готовился к другой, честно говоря. Вот, ну, тема хорошая, любимая мной. Вот, я люблю этот, я люблю этот стих. Вот, и мне всегда нравилось это местописание, я его очень часто употреблял в разговоре с людьми. Мне казалось, что это тоже продолжение слов Давида из Псалмов 118-105. «Слово твое», ну, сейчас не найдут, но поверьте мне, что я читаю из Писания. «Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Знаете, я представлял себе, что, значит, вот я иду, значит, у меня в руке такой светильник, вот, и я все больше и больше познаю слово, да, и оно все ярче-ярче светит. Ну, сами понимаете, вот это я, да, а слово, вот оно, здесь. И то же самое я как-то и здесь думал, знаете, что оно освещает как-то вот впереди. Вот, я как иду, как бы, вот, еще там во тьме, вот, а слово, оно мне впереди освещает. Но, когда я начал вникать в это дело, ну, я честно говорю, я как-то вот больше так представлял почему-то, вот, ну, так получилось. Я каюсь в этом, потому что все-таки здесь более глубокое содержание, понимаете, вот оно, может быть, я кому-то говорил, за что я каюсь, вот так вот оно, да. Вот, а смотрите, вот в современном переводе РСП, тоже притчей 4.18, нет, наверное, покажу сейчас, да. Да, написано, добрые люди, ну, на иврите там все-таки не просто добрые люди, там цадики, ну, святые, праведники, да, праведники. Подобный утреннему свету солнца, который восходит, светит все ярче и ярче. Ну, чувствуете разницу, или светильник впереди, да, или ты, как человек, который подобен солнцу. И ты должен светить все ярче и ярче. Ну, как бы, понятно, о чем здесь говорится, ну, более-менее понятно, да, что на каждом отрезке нашего пути с Богом, да, мы должны каким-то образом все больше и больше излучать Божий свет, да. Ну, и я посмотрел другие переводы, так и да, оно вот так вот, не просто впереди, вот, но в нас. Свет, он должен находиться в нас. Это уже как-то более ответственно, да, вот, и надо вникать, а что это за свет, да, ну, вроде бы и понятно, вот. Вот, а каким образом он должен еще светить все ярче и ярче, вот. Я люблю практическое писание. То есть то писание, которое не просто, когда ты наслаждаешься, там, красотой Божьего Слова, да, множество слов, да, вот, значит, о том, что Бог припоясывает меня силой и делает ноги мои, как олени, и поставляет меня на высотах моих. Нравится вам? Да, классно. И таких же мест сотни, знаете, это поэтика такая, писание синодального перевода, какой он там, как мы его, как говорится, не говорим, что у него там есть какие-то эти, но поэтика, она нас просто привлекает, вот, синодального перевода, и мы его используем и используем. Вот. Итак, фактически, смотрите, свет, который исходит от человека, должен постоянно возрастать, пока не достигает некого максимума ярко сияющего, как солнце в полдень. И этот свет, как мы уже говорили, исходит изнутри нас. Фактически, сам человек, его жизнь, она должна каким-то образом светить все ярче и ярче. И обратите внимание, что Бог говорит в этих стихах очень утвердительно. Ну, не отверстишься. Праведник, если ты праведник, ты идешь, твой свет, он должен быть ярче и ярче. Вот, все. Бесяк. Если ты праведник, все там уточним, да, и ты идешь Божьим путем, то сто процентов твой свет будет светить все ярче и ярче. Но только не так, как, знаете, вот диммером, там, джик, там, моментально. Он как солнце, да, то есть будет восходить. Солнце же, оно же не джинь, и все, и взошло, да. Оно же как-то постепенно, мягко, постепенно возрастает. Это вообще принцип Божий, друзья, в нашей жизни. Как бы Бог, ну, не очень предпочитает, чтобы в нашей жизни были яркие и такие быстрые взлеты. Потому что мы такие люди, и, ну, написано, сердца крайне испорчены, даже у верующих, друзья. Это не секрет, что после взлётов очень часто бывают падения. А вот если постепенно, да, постепенно, вот тогда, это больше пользы. То есть мы не гарантированы, может быть, падения, но пользы гораздо больше. Потому что происходит некое соответствие внутреннего содержания человека и внешних обстоятельств. На прошлом шаббате мы праздновали праздник Шавуот. И сегодня, рассматривая то, что я озвучил, я бы хотел рассматривать её в рамках праздников Господних на личном человеческом уровне. Ну, вообще-то праздники Господние, они как бы самое первое, что и явное, да, они даны для Израиля. И они имеют такую пророческо-практическую составляющую. Мы как бы постоянно об этом говорим. Я не буду говорить именно вот о праздниках относительно Израиля. Но в праздниках Господних это тоже путь Израиля как народа. Но там, ну, то, что я вижу, там есть и путь, наш человеческий путь. Ну, вот, например, смотрите, если Песох для себя лично мы можем рассматривать как точку отсчёта нашего личного спасения, мы можем рассматривать это, правильно? То есть наш личный Песох, мы же об этом постоянно говорим. Песох благодаря Ишуа, благодаря его крови, благодаря смерти Агнза, мы имеем, ну, и воскресенье мы теперь знаем, и мы имеем эту возможность выйти из царства тьмы, из царства греха, где и грех теперь он не будет властвовать над нами. То есть если мы Песох так считаем, то Шавуот, он тоже несёт некую, скажем так, некое понимание для нас лично. Прошлые, прошлые, вернее так, смотрите, то есть мы говорим, что Шавуот — это время, это время, в которое народ Израиля получил что? Тору, да? А затем во времена Брит-Хадаша уже Божий народ, то есть тоже те же евреи, которые поверили в Ишуа как Мессию, получили из Святого Духа, который что сделал? Записал Тору, согласно Иеремии 31-33, он говорит, придёт время, заключу Новый Завет, вложу Тору мою во вашу внутренность и запишу на ваших сердцах. Вот что произошло. То есть слово, оно было записано внутри нас, и мы получили возможность. Вот это вот, оно и происходит на наш личный Шавуот. Друзья, это то, что обязательно должно произойти в жизни каждого верующего. Мы должны принять руководство Торы, ну, Писание, да? Я вообще-то, честно говоря, я рассматриваю, не знаю, как вы на это смотрите, но я рассматриваю всё Писание, всю Библию как Тору и комментарии. Вот я об этом не раз говорил, потому что всё остальное, пророки, притчи, значит, псалмы, вот, это всё комментарии. И даже Ешо, он сказал, я пришёл, не отмени, ньё-то не пройдёт, я, говорит, не прийдёт. Я пришёл, что сделать? Исполнить. Исполнить, фактически это можно сказать, прокомментировать и словом, и жизнью своей, я пришёл, исполнить. Ну, и, соответственно, чтобы Тора была записана на наших сердцах. Вот что я пришёл, понимаете? Всё, есть Тора и есть коммента. Вот это всё, ну, в моём понимании, может, кто-то не согласен, я лично это рассматриваю цельно всё. Всё Писание, оно цельное. Вот, и для меня есть, как бы, и Танах, и Новый Завёт, они цельные, они в одной книге, без названия, так вот скажем. Просто это Писание. Я люблю это слово «Писание». Итак, во время Шавуота, то, что должно произойти, личного Шавуота, это, вы же понимаете, что это не связано с этим, ну, со временем, да, с какими-то там, такого-то июня или такого-то марта. Нет, это когда у нас, у каждого из нас свой песок в своё время, да, но и Шавуот должен произойти. Тот Шавуот, о котором я сказал, да, чтобы и Тора, и сила Святого Духа исполнять эту Тору, исполнилась в нашей жизни. Но согласитесь, даже что если это произойдёт, это всё для нашей жизни или что-то ещё? Ну вот, приняли Тору, да, приняли силу для исполнения. Что дальше? Что? О, хорошее слово. Идите, делайте. Друзья, а дальше путь. Дальше путь. Вот дальше и начинается настоящая христианская жизнь. И при том, мы куда идём? Вот если мы следуем логике библейских праздников, куда идём, в каком направлении, в сторону какого праздника? Ну, все так подумали, так, Йом Труа, Йом Кипур, так, это конечная остановка, не конечная. Суккот, да, друзья, мы идём в сторону Суккота. Вот, этому посвящена вся наша жизнь, весь наш путь как верующих. Мы идём от Шавуота личного, да, когда мы вооружили, когда мы получили от Господа всё необходимое. Ну, согласитесь, что ещё нужно нам, если мы имеем? Мы имеем Писание, мы имеем Духа Святого, через которого Господь, вот сейчас нам говорили, который Он просто помогает нам понимать, идти, да, Он руководит нами, вот что нам ещё нужно? То есть мы имеем личное общение с Господом, нам надо только исполнять. Да, это как бы оно первое. Так вот, Суккот, друзья, Суккот, это, ну, как бы мы обычно вот, ну, как бы размышляем, там, ну, первое, что приходит на ум, это что у нас, Суккот? Праздник всех народов. Праздник всех народов, хорошее, не, правильно, так оно и есть. В принципе, все народы будут приходить на Суккот, они будут приходить в Иерусалим, а кто не придёт, ему не очень будет хорошо. Ну, делегация имеется в виду, там, дождя не будет, там, всё такое. Это праздник всех народов, сто процентов, так оно и есть. Ну, мы вот в личном плане, смотрите, вот Кущи, что? Свадьба ещё с невестой, отлично. Ну, это она там, ну, вот она там где-то, а вот для нас, мы же идём лично в сторону Суккота, да? Так вот, смотрите, я даю своё, как бы, своё понимание, свою интерпретацию, свою, не интерпретацию, а толкование, да? Вот, комментарии. Вот что обозначает Сука? Сука, она обозначает присутствие Божье в жизни кого? Народа, в нашей личной жизни. Какая бы она там дырявая ни была, ну, если мы будем с Богом, да, то у нас будет, как бы, наша жизнь, она будет в порядке, она будет под Божьим контролем, под Божьим водительством. И тогда что будет? Потому что это праздник и плодов, да? Помните, это праздник урожая, и в жизни нашей будет и урожай, ну, здесь я вспомню, Гала там, помните, 5, 22, 23, по-моему, там где, ну, плод духа и так далее. В нашей жизни будет и урожай такой, и урожай добрых дел, и урожай спасённых душ, да? Это будет в нашей жизни. И самое главное, друзья, это праздник Божьей победы. Это праздник Божьей славы. Вот куда мы идём. Вот что Бог для нас, что нам говорит через вот эти праздники. Я веду вас, да? Я веду вас от начала, да? Я снаряжаю вас для этого пути. Я даю вам всё необходимое. Я буду лично с вами на всём этом пути. И я приведу вас в Суккот. Но ещё есть Йом Труа и есть Йом Кипур. Друзья, для меня, например, если в рамках праздников Господних, это как бы постоянное, как бы, знаете, время, когда Бог говорит, вникай в себя и в учения, да? Остановитесь и познайте, что Господь есть Бог, да? То есть это время, когда Йом Труа — это трубный звук. Это трубный звук, он всегда, трубным звуком Бог говорит, это я, смотри на меня, смотри, анализируй, как твоя жизнь, как она проходит, правильно ли проходит. И если что, то что? Пусть в твоей жизни будет Йом Кипур. Кайся и приходи, снова становись на правильный путь. Почему? Потому что я хочу, чтобы ты пришёл в Суккот, чтобы ты пришёл вместо Божьей победы, вместо Божьей славы. Не просто всех народов, не-не-не, друзья, твоей личной жизни. Мы же такие ребята, что мы же хотим, чтобы у нас всё было хорошо. И нам за это ничего не было. Я не прав, да? А то как-то так... Да нет, это у тебя, наверное, так это ты... Не, ну я знаю, что все хотят, чтобы у всех было хорошо. Интересно, что это ещё праздник Суккот, он ещё и праздник света. Интересно. Там вообще это интереснейший праздник по своему содержанию. Значит, просто времени сейчас нет, он будет в своё время, да, мы будем говорить об этом. В Иерусалиме устанавливал, в этот момент устанавливался на праздник Суккот огромный факел. Все знают это? Ну, МГБ я точно знаю. Видите, кто закончил МГБ. Огромный факел, 15-20 метров я сейчас не помню, но огромный факел выше, как бы, домов, который был виден со всех концов Иерусалима. И когда Ешуа говорил, я есть свет этому миру, он как раз говорил в это время, когда горел этот факел. И Ешуа говорит и нам тоже по поводу возрастающего света, да? Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажечь свечу не ставят её под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь? Пусть это будет так в нашей жизни во имя Ешуа Мессии. Но как жить? Как жить так, да, чтобы это, оно, чтобы наша жизнь, она была вот именно вот, как светило лучезарное, которое не просто светит, да? Оно ещё должно возрастать в своём свечении. Вот. И на праздник света, в свой суккот, мы должны прийти с каким светом? Максимальным. Ну, там написано, как солнце, ну, до полного дня, да? Как светило лучезарное, которое расцветает до полного дня. То есть это как бы полдень такой, ну, серьёзный свет должен быть, постоянно возрастающий Божий свет. Иоанна 8, 12. Опять говорил Иисус к народу, Ешуа к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И так мы видим, что если мы хотим, чтобы свет в нас первое был, и второе, он возрастал, мы должны последовать за Ешуа. Ну, знаете, вряд ли кто-то из нас скажет, что он не следует за Ешуа. Ну, вряд ли. Потому что, ну, мы так устроены. Мы всегда устроены думать о себе, как? Хорошо, мы же хорошие, да? Ну, кто скажет, что мы плохие? Особенно мы же, мы же не скажем, что мы. Нет, да? Вот, но есть некие критерии, да? Есть некие критерии, которые нам показывают, насколько это всё в нашей жизни со светом правильно. И поэтому мы рассматриваем, кто последует за Мною, другими словами, кто не только уверует в Меня, да? Ну, и будет мне повиноваться. И тогда свет Ешуа будет отражаться в нашей жизни во всём возрастающей степени. Ну, остаётся теперь только понять, а что значит повиноваться, да? Ну, так вот, если мы закроем глаза, вот, и скажем, так, я повинуюсь, и шо? Так, Господи, я повинуюсь, и шо? Ну, конечно, повинуюсь. Ну, я, во-первых, здесь, да? Вот, я слушаю слово, я стараюсь. Ну, мы так думаем, думаем, вот, что мы именно такие, ну, правильные, мы хорошие. Я не хочу никого обвинять, друзья, поймите, я же не об этом. Я о том, что нам надо понимать, понимать, в какой мы позиции, в этом отношении. Потому что Ешуа говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. А если ещё более конкретно, если любите меня, соблюдите мои заповеди. О! Понимаете, о чём я? Знаете, люди, как бы, особенно верующие современные, они, 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 как бы, всё стараются свести, к неким таким абстрактным понятиям. Потому что абстрактные понятия в нашей жизни, да, они нас ни к чему не обязывают. Ну, вот, люблю ли я Ешуа? Конечно, я люблю. Но Ешуа, понимаете, он конкретно смотрит на эти вещи, он говорит, если ты любишь, то соблюди мои заповеди. Я свою любовь доказал тем, что я пришёл, да, и я совершил то, на что послал меня отец. Я был послушным Ему, я доказал это. Теперь твоя очередь показать, что ты любишь меня, то есть исполняешь мои заповеди, что ты послушен, и что ты следуешь за Мною, да, что ты идёшь моим, моим путём. Ешуа обещает, что исполнение заповеди даёт большие Божьи благословения для нашей жизни. И я даже говорю, друзья, я не хочу перечислить там, что если вы там, ну, кто читает, у кого есть программа My Bible, на эту тему там можно десятки, сотни мест. Ну, десятки точно можно, сотни мест. Я просто, самое главное, вот что для нас самое главное? Вот смотрите, Ешуа говорит, Иоанна 14, 21. Выведем сейчас, да? Иоанна 14, 21. Кто имеет заповеди мои, ну, про слово «имеет» мы немножко позже поговорим, и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам. Ну, классно, да? Вот когда, Ешуа, Он говорит, если вы исполняете Мои заповеди, я лично буду с вами, я буду являться вам, являться, ну, здесь Он не говорит в каком виде, но Он точно будет являться в обстоятельствах, в нашей жизни, в Духе Святом Утешителем и так далее. То есть много разных моментов, когда Господь может явиться к нам и помочь нам, да, и поучаствовать в нашей жизни, и исцелить нас в Духе, в Душе, в теле, сообразовать обстоятельства. Он говорит, ну, кто имеет заповеди мои. Иоанна 14, 23. Здесь еще больше, как говорится, усиления этой мысли. Иисус сказал ему в ответ, ну, на вопрос, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Что может быть лучше, да, из благословений, вот, если благословение Божьего, присутствие, будет на жизни человека. Помните, когда Ковчег был на подворье Орной, помните? И написано, он очень сильно благословил Орну. Вот классно, если Господь придет, да, Отец придет, Сын, да, и сотворят обитель, то есть они будут жить, им будет уютно, им будет хорошо у тебя. И тогда ты еще не успел подумать, ответ уже есть, да. Ты не успел попросить, а Господь уже дает ответ. Ну, так по этому слову. То есть мы видим, что Ешо обещает, что соблюдение заповедей приведет к Божьему присутствию. Ну, даже еще одно, для нас более, может быть, понятно кому-то, Иоанна 15, 7. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Прибудут — это значит, не просто они где-то там хранятся так на полочке, если они используются, слова Ешоа, то есть они ведут человека, они направляют его, да, то есть если человек направляется словом Ешоа. То есть мы видим, что Ешоа обещает, что соблюдение заповедей приведет к Божьему присутствию в нашей жизни и Божьей победе в нашей жизни. Другими словами, к Божьему сукоту в нашей жизни никогда-то, ну, когда свадьба будет невесты с Агнцем, это тоже хорошо, мы тоже идем в этом направлении, и кто его знает, насколько она близка, да, свадьба Агнца с его невестой, но к сукоту в нашей жизни, то есть мы же ведь хотим сукот в нашей жизни, да, то есть мы хотим, чтобы Божья победа, чтобы Божье присутствие, чтобы Божья слава, Божий свет для нашей жизни, он происходил здесь, на земле живых. Это общее желание, или это... Да? Слава Господу! Ну, кажется, так, в общем-то, все, все, кажется, все понятно, да? Вот. Ну, просто сообразуй каждый участок своей жизни на основании Божьих заповедей, и все будет хорошо, но почему тогда так много проблем в жизни христиан? Ну, почему вот у нас то одно не получается, да, то другое, или иногда мы видим просто у людей жизненные катастрофы, иногда просто, говорится бы, это большие проблемы. Ну, я думаю, что сейчас всем известно, мы сейчас прочитаем стихи, всем известно, но я вот не помню, давно мы уже употребляли как-то в проповеди хим, да, поэтому я думаю, это будет уместно. Матфея 7, 24, 27. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, ну, это имеется в виду Нагорные проповеди, исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и стремились на дом тот, и он не упал, потому что основа он был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел в дом, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, он упал, и было падение его великое. Как бы два подхода, да, к строительству дома жизни, два подхода к строительству дома нашей жизни. То есть, если мы, допустим, нашу жизнь уподобим дому, да, и каждый аспект нашего, ну, каждую комнату этого дома, она такая, хороший дом, там много комнат, все нормально, у Бога, у него нет скучности. Если он дает жизнь, да, и ты идешь и строишь свою жизнь на основании его слова, вот, то все хорошо, то есть там многообразия благословений. и вот мы строим свой дом, и каждый, 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 каждая комнатка этого дома, каждая стена, она что-то обозначает, да, вот, обозначает, например, здесь это семья, да, это воспитание детей, это, там, взаимоотношения с женой, это работа, это служение, это отношения с Господом, в общем, много-много, это отношения с братьями, с сестрами, с родными, близкими, и все надо строить, друзья, ничего просто так не дается, вообще ничего просто так не дается, но все, оно есть, строительные элементы для этого дома Бог нам дал, что, Он дал нам Писание, там, как раз описано, как каждый элемент строить, вот, ну, может быть, там не все прямо в этом, но в достаточном, и Он дал Духа Святого, если непонятно, да, вот, ты можешь с Духом с Духом поговорить, ну, и важно, Он дал служителей также, для того, чтобы твой дом, он строился правильно, чтобы он возрастал, Ефесянам 4 глава, почитайте, зачем, ну, даны служителя, да, для того, чтобы мы созидались, в любви написано там, чтобы мы созидались в служении, чтобы мы возрастали, в понимании, в познании, это все, это дары служителя, это дары для каждого, для каждого из нас, вот, даже если мы не знаем, что чего-то, мы тогда говорим, а давай помолимся, давай помолимся, давай, вот эта вот ситуация, она самая, вообще непонятная, вообще непонятно, как эту ситуацию можно решить, давай помолимся, в моей жизни, вот, когда я служу людям, знаете, у меня обычно вот такое вот, то есть ты смотришь на человека, понимаешь, что человек зашел в крайнюю степень проблем, и ты не понимаешь, как ее сделать, но всегда происходит одно и то же, что если человек решает выходить из этих проблем, если он решает восстанавливаться, если в его жизни происходит Йон Труа и Йон Кипур, он всегда станет на правильный путь, в его жизни всегда будет суккот, друзья, Божья победа и Божья слава, а мы просто молимся, мы обсуждаем, мы говорим где что никак, мы молимся и мы приводим свою жизнь в соответствии с Божьим Словом, нету других строительных материалов для нашей жизни Божьей, кроме Божьего Слова, это самый лучший материал, он живой, он действен, он не разрушается, он никогда не разрушится, он самый такой, знаете, и тепло хранит, и, как говорится, жарко не будет, всегда будет хорошо, когда ты в рамках Божьего Слова, ну, здесь не всегда хорошо, друзья, я немножко, здесь написано вообще-то, что если что-то налетит, да, то что-то произойдет, не всегда в нашей жизни бывает хорошо, и я скажу свое мнение, свой комментарий по этому поводу, в нашей жизни нехорошо, это когда мы отходим от Божьего Слова и начинаем строить свою жизнь на основании чего-то другого, или как бы меняем, да, приоритеты, там, и так далее, вот тогда, почему-то приходит, вот это вот, то, что называется, пошел дождь, и разлились реки, и подул ветер, но благая весть в том, что если мы строим все на твердом основании, все устоит, да, мы в чем-то, мы потерпим, претерпим, сейчас многие люди, друзья, многие люди сейчас претерпевают, реально, сейчас такое время, когда и верующие в том числе, они претерпевают, да, это время такое, вот, написано, а что будет со священником, то будет и с народом, Божье слово и здесь исполняется, но множество, я думаю, вы подтвердите, множество свидетельств того, как Бог хранит, хранит жизнь, как Он устрояет ее, и здесь, в Украине, и там, за границей, сейчас миллионы наших соотечественников, особенно соотечественниц, они за границей, вот, и Бог устрояет, если человек, ну, вот я с кем я не беседую, я вижу, вот, и я вам тоже рассказывал о том, как Бог ведет просто людей, я просто напомню, вот мне сестра Оля, Оля, сейчас забыл, значит, она сейчас в Испании, ну, поехала, как? Помазанова, Помазанова, да, Оля Помазанова, вот, я вам рассказывал, просто еще такой немножечко смешной случай, да, вот, значит, ну, короче, начало войны, да, она открыли, в этот момент открылись двери, и можно ехать в Израиль, там, в Штаты, еще там куда-то, и Оля Помазанова, она собралась, у нее сын один в Штатах, один, один в Испании, ну, она собралась в ближайшем, в Испанию, да, и я знаю ее, я говорю, Оля, да, я ее должен был везти на этот, на поезд, а в этот момент там бомбят, самолеты летают, их сбивают, и так далее, знаете, что это, семья моего сына уезжает, она должна в 12 часов уехать, вот, а я ее утром там в 10 или в 9, я везу ее на этот поезд, я говорю, прошу тебя только одно, пожалуйста, чемоданом, по минимуму, по минимуму чемоданом, пожалуйста, и вот я выхожу, приезжаю, прихожу, боже, там такие чемоданищи, и они по 40 килограмм, вот, я говорю, Оля, это что такое, ну, зачем оно, зачем оно тебе надо, эти килограммы, Сергей Михайлович, вот в этом чемодане у меня прибор, он стоит 1000 баксов, я говорю, ты его употребляла? Нет, но я обязательно его употребую, тяжелющий прибор, а в этом чемодане, те книжки, которые я готовила, не книжки, а тетрадки, семинаров, там, и так далее, вот, которые я, как бы, ну, писала, вот, я готовлюсь к служению, у меня сильное служение, 40 килограммов, я вас передать не могу, я говорю, мы, я был, короче, крайне, это, но я говорю, ладно, я говорю, вот посмотрим, вот, там тебя же встречать буду, там, во Львове, да, посмотрим, что там и как, и что вы думаете, эти все эти чемоданы, они доехали благополучно до Испании, понимаете, я был посрамлен, конечно, понимаете, но Богу было важно, понимаете, Богу было важно показать свою заботу, потому что она бы огорчилась, понимаете, я-то не знаю, насколько это ей все дорого, эти тетрадки, понимаете, это все, но Богу, оно было важно, понимаете, то есть он хочет участвовать в нашей жизни, да, и если ты с ним, как говорится, строишь отношения, да, он даже здесь, он покажет себя живого, да, я не верил вообще, ноль, ноль было веры, в то, что эти, ну, чемоданы там, поэтому, конечно, всегда надо строить отношения с Господом, да, для того, чтобы в такие моменты, когда налегает, да, когда что-то происходит, когда что-то рушится, вот, чтобы Господь, Он был с нами, друзья, а лучше, значит, я этот, оптимист, да, в том плане, что, если кто-то говорит, что лучше, вернее, хуже не будет, я говорю, что будет, ну, я имею ввиду, не нашей жизни, просто в мире, друзья, ну, мы же понимаем, куда оно, куда оно все идет, понимаете, не будем пугать друг друга, но мы понимаем, что, как бы, ну, куда этот мир идет, куда он катится, и что, и что будет происходить, поэтому мы понимаем, насколько важно, да, строить, вот, нашу жизнь, да, вот, насколько обустраивать ее правильно, на основании Божьего слова, чтобы, условно говоря, когда там с чемоданами мы будем, чтобы Господь их помог, там, нам это, ну, я условно говорю это, я шучу, смотрите, в том слове, которое взял за основу для сегодняшней пробоведи, есть продолжение, ну, я начал с чего, с тезя праведных, как светило лучезарное, да, которое все более и более светлее до полного дня, путь же беззаконных, путь же беззаконных, там, продолжение с 19 стих, путь же беззаконных, беззаконных, это имеется ввиду не просто, ну, такой беззаконник, я тоже имею ввиду, что те, кто не чтят слово, ну, верующие, да, они могут быть беззаконными, то есть они знают слово, я знаю такие случаи, не один случай, когда люди знают слово, он не исполняет, более того, просто игнорируют его в своей жизни, хотя по 20, по 25 лет с Богом. У меня еще есть немножко времени. Спасибо. Не, ну, можно играть, оно нормально тоже, потому что я буду, как бы, как бы говорить, как бы, ну, квинтесенсию. Вот, смотрите, путь же беззаконных, то есть не счастливых, не живущих заповедей, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Это, ну, это железо, понимаете, это крепче железо, это Божье Слово, то есть если человек не соблюдает Слово Божьего, он обязательно споткнется, я это множество раз наблюдал, друзья, я это множество раз видел в жизнях людей, я, ну, так получается, что я участвую в жизнях людей, понимаете, сталкиваюсь, особенно сейчас, и я вижу, что есть люди, которые просто игнорируют это Слово, и притом некоторые игнорируют, потому что знают, но не исполняют, а некоторые игнорируют, потому что осуетились, вошли в заботы века сего, понимаете, много забот, там много всего, что отвлекает нас, да, и не исполняют, тоже его не исполняют, вот то, что я вижу, это вот оно, вот проблема, вот корень всех наших проблем, друзья, не серебролюбие даже, нет, ну, имеется в виду в этом, ну, серебролюбие, это вот следствие вот этого, то есть это имеется в виду самая большая может быть проблема, а вот вообще на все случаи жизни, да, вот, вот корень проблем, это не исполнение Божьего Слова, и не знание, если мы верующие, мы должны знать, и не исполнение, поэтому, если суммировать то, о чем я говорил выше, то все возрастающий свет в нашей жизни производит возрастающее познание исполнения Божьего Слова, друзья, с чего мы начинаем в шавот, с чего мы начинаем, Тора там в каком виде нам дала, была, ну, в шавот, прямо вот именно вот в тот момент, десяти слове, десяти слове, то есть Бог, Он лично дал всему народу, десяти слове, и впоследствии Моше говорит, вы лично слышали, вы все слышали лично, никто не скажет, я не слышал, весь народ стоял, вы все слышали, что говорил Господь, друзья, и я хочу повторить слова Моше, вы тоже все слышали десяти слове, и я первый, ко мне это тоже, потому что, потому что, короче, я тоже не всегда бываю, как говорится, очень даже послушный, потому что не всегда вникаешь, тоже не всегда, потом смотришь, а почему проблема, а вот она почему, ну, есть Йом Труа, есть Йом Кипур, друзья, всегда можно, всегда можно исправить, ну, вот начинается все с десяти слове, но потом, оно все, каждый день нашей жизни должен прибавлять, прибавлять и прибавлять наше познание Божьего слова, вот, и пусть вот эта вот, вот эта мысль, друзья, пусть она, ну, хотя бы одна эта мысль, она запомнится для вашей жизни, что каждый день я должен не просто посещать, там, раз в неделю посетить, и услышать Божье слово, это хорошо, лично, лично, они эти, эти, постоянно, кроме здесь эти слови, ведь все писание, это комментарии, и вот этот комментарий мы записываем, мы записываем, вот на комментариях Торы, да, при личном чтении, прежде всего, при изучении слова, когда мы друг с другом, когда мы говорим, знаете, я, будучи взрослым человеком, как бы, покаялся, я первое, что понял, всю свою мудрость, благодаря которой там достиг каких-то там высот там в службе, да, все, это все, это все чепуха, потому что в семье есть вопросы, с детьми есть вопросы, с моей жизнью есть вопросы, одни вопросы, и я отложил это все, и я сел у ног моего пастора, и я его теребил постоянно, а куда он туда и я, понимаете, и я, вот как мальчишка, я его слушал, слушал, и спрашивал, 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 вот, ну сейчас, слава Богу, у нас есть возможность, у нас есть эти программы, да, у меня на смартфоне там 20 или 30 переводов библии и столько же и столько же комментариев из них там пятью семью я пользуюсь постоянно то есть я советуюсь постоянно не понял раз зашел в комментарии посмотрел что сказал один человек другой человек 3 и ты поймешь что бог хочет сказать тебе потому что многие люди говорят вот написано а там у него голове такое он увидел понимаете посоветуйся узнай что там написано на самом деле друзья и бог дал нам путь бог дал нам путь как бы вот вот это вот понимаете путь вот этой божьей мудрости все возрастающей божьей мудрости я скажу что у меня тоже однажды это я был еще достаточно взрослым человеком но молодым верующим вот я однажды богу задал вопрос боже я хочу так расскажи мне пожалуйста свои мудрости вот какой путь божий мудрости ну это реально был такой вопрос я редко как бы слышу ответы прямые да но я услышал читая вторую главу притч внутри просто она у меня отразилось читать 2 я прочитал мы сейчас будем читать 2 глупо я прочитал боже я не понимаю что здесь такое что здесь написано ну все и начал заниматься зарядкой и поставил на магнитофон поставил проповедь дэрика принца принца и не успела там это он говорит а сейчас будем изучать путь божьей мудрости и давайте откройте вторую главу притч я говорю боже я понял я понял что что у бога у него есть юмор понимаете он вообще юморной в этом плане вот и он и принц он как бы вот дал так разложил это все я записал я законспектировал это сейчас вот ищу не могу найти где там потому что это все было на магнитофоне таком знаете я не могу найти надо может быть я найду эту эту проповедь мне хочется еще раз ее прослушать принца я уважаю глубокий глубокий мучитель и вот смотрите что говорится о пути божьей мудрости которая приводит все возрастающему свету в нашей жизни то есть что помогает нам первое изучать слово и чтобы это слово но стало было записано на скрижалях нашего сердца и произвело вот ту жизнь которая приведет нас куда сукот друзья сукот до через ем кипур через ем тура но в сукот потому что у бога есть это желание вести нас туда он хочет чтобы его слава я буду это повторять постоянно его слава да его ответ его присутствие оно было в каждой в каждой жизни вот смотрите что бог говорит сын мой и дочь если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои примешь да и сохранишь как мы говорили о том что примешь да вот как примешь ну давид об этом говорил в сердце в сердце своем я храню слова твои ибо из него источники жизни в сердце свое не сюда сердце да то есть оно должно первое конечно прочитать потом вот если примешь и сохранишь то есть не забудешь сразу же как-то отложишь себе так что ухо свое сделаешь внимательным к мудрости наклонишь сердце к свое размышление это то о чем я говорил да не просто там ну да не если скажу скажу о это божья мудрость это божья мудрость например о том что женщина она мудрость устрояет свой дом да как это вот как это вот устроять свой дом да начнешь размышлять на этом начнешь искать вот или мужчина он должен быть священником в доме да он должен возлюбить любить свою жену как иисус возлюбил церковь как это нас в чем это проявляется практически так вот если ухо сделаешь внимательным и наклонишь сердце к свое к размышлению внимательных мудрости если будешь призывать знания и взывать к разуму то есть ты будешь искать ответ будешь спрашивать пастора будешь спрашивать служителя будешь и комментарии читать на эту тему но вначале надо почитать самому поработать надо вообще уже непонятно тогда тогда иди и и говори и ты получишь эти ответы мы мужчины собираемся для нас есть служение есть молитвы когда можно поговорить а как это понимать а как этом а как это понимать так вот если будешь призывать знания и взывать к разуму если будешь искать его как серебро отыскивать его как сокровище уж сокровище то мы нормально все с этим у нас не надо но писание говорит надо искать вот так вот вы денег хотите да и прилагаете силу точно так же надо искать понимание божьего слова то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Первое, что приходит, это страх Господень, это написано, это начало мудрости, и в другом месте написано, это удаляться от зла. То есть ты поймешь, где есть зло и где есть добро, и ты будешь идти к добру и будешь удаляться от зла. Ибо, есть у нас, ибо Господь дает мудрость из уст Его знания и разум. Показываем или нет? Ибо Господь дает мудрость из уст Его знания и разума. Имеется в виду, друзья, Бог дает мудрость не один раз. Вот дал тебе сегодня, а завтра уже не даст. Постоянно, когда будешь обращаться к Божьему Слову, ты будешь постоянно идти по пути Божьей мудрости, и она будет возрастать и свет в тебе, в твоей жизни, ты будешь исполнять, и Он будет возрастать тоже. Он сохраняет для праведных спасения, Он щит для хотящих непорочно, Он охраняет пути правды, оберегает стезю святых своих через это, друзья. Не просто там ангелов поставят, Он охраняет нас как бы вот оградой Своего Слова. Ты знаешь, где зло. Чего ты будешь идти туда, где зло? Ты будешь идти где зло? Кто-то хочет идти туда, где зло? Вроде бы никто не хочет. Да, я тоже не хочу. Почему? А где мы узнаем, где добро и зло? Мы в Слове узнаем, Он хранит нас. Это уже начало мудрости, если мы хоть понимаем, что такое зло. И смотрите, очень мне нравится завершение. Ну, еще три стиха. Тогда, вот когда ты будешь вот так относиться к Божьей мудрости, к Божьему Слову, если будешь вникать, искать, понимаете, будешь вот, ну, как бы изучать, да, тогда ты уразумеешь правду и правоту, и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Вот тогда будет понятно. Знаете, друзья, когда говоришь с людьми, попавшими в проблемное обстоятельство, вот, это видно. Вот видно, почему они попали. То есть задаешь вопросы, да, беседуешь с людьми, и постоянно, постоянно, значит, ну, человек открывает тебя одно, другое, третье, и ты понимаешь, вот оно где. Вот оно где. Вот оно. Вот. Или когда я анализирую свою жизнь, допустим, почему я попал там в некие обстоятельства. У меня тоже были такие обстоятельства, что я никому не пожелаю. Просто вроде бы и грехом не посчитаешь, а попал так, что, ого-го-го. Почему? Не проанализировал хорошо слово, не пободрствовал, понимаете? Это с каждым. Богу, слово его, оно живо и действенно, оно работает, независимо от того, там, кто служитель, не служитель. Оно работает со всеми, с президентами тоже работает, знаете, да? И вот когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Классно, да? Вот классно. Вот когда, когда рассудительность, понимаете, когда ты понимаешь, вот допустим, а вот это делать не делать? А как делать? Вот так, вот так. И ты понимаешь, почему? Потому что слово, оно тебе показывает. Слово, оно тебе показывает. Туда не иди, сюда иди. Это, друзья, это сила Божьего слова для нашей жизни. Это тоже составляющая часть и шавуота, и вообще всего нашего жизненного пути. Пастор Василий тот раз, он больше говорил о Духе Святом, о работе его, да? Видите, а я сейчас как бы продолжаю тему тоже шавуота, Торы, да? Это слово, которое, оно в нашей жизни, оно является основой нашего успешного пути в жизни. Во взаимодействии с Духом Святым. Это отдельная тема. Во взаимодействии обязательно и Слово, и Дух Святой. Это все должно присутствовать в нашей жизни. И как сегодня во время комментариев Торы тоже говорили, рождение свыше. Без этого нельзя. Без этого нельзя, это очень важно. Без этого просто нельзя, потому что не будешь понимать, что обозначает Слово. Даже служитель тебе будет говорить, а ты не будешь понимать, оно не будет приниматься. Важно родиться свыше. Ну, пастор Василий говорил об этом. Пожалуйста, перечитайте, вернее, прослушайте его проповедь на нашего. Итак, я завершаю уже. Друзья, иудеи и окружающие их народы времен Ешо называли евреям людьми книги. Так и говорили. Вот это люди книги, у них есть книга священная. Потому что у других книги не было. Чтобы вы понимали. Там достаточно было прийти к священнику, принести ему зарезанного барана какого-нибудь, принести жертву, и священник говорил так-то, 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 так-то. Вот. Он давал ответ. Или оракул какой-нибудь там, или кто-то из волховавших, короче, там, прорицателей, что-то давали ответ. Ну, это у язычников имеется в виду. У евреев было не так. У них была книга. Вот. И они назывались людьми книги. Последователи Ешоа, ученики Ешоа, они первыми стали называть себя людьми чего? Пути. Пути, друзья. Потому что Ешоа, он есть кто? Он не просто книга. Он есть путь. Он есть истина, которая включает истину из Писания. И он есть жизнь. Потому что, проходя с Ешоа путь, наш жизненный путь, от Песоха, да, к Шавоту, где мы с Песоха выходим, в Шавот мы получаем все необходимое, где мы снаряжаемся, да? И мы идем куда? Мы идем благодаря участию Ешоа в нашей жизни, благодаря силе Святого Духа, Которого Он послал помогать нам. Святой Дух, кстати, друзья, Он пришел, Ешоа об этом говорит в 14 главе, по-моему, 26 стих Евангелия Туана. Он говорит, «Утешитель, Он научит вас и напомнит все, что я вам говорил». Его основная задача научит нас досконально, чтобы мы понимали вот это слово, чтобы это слово, оно прорастало в нас и оно становилось нашей плотью. Понимаете? Чтобы оно, мы не могли без него, чтобы оно становилось нашей жизнью. Это его, это же огромное желание его. И это основа успешного пути от Песоха. Куда? В Суккот, друзья, в Суккот. Бог хочет привести нас в Суккот, друзья. Он хочет победы в нашей жизни. У каждого нету человека, которому он бы сказал, «Ну, вот ты не очень красивый такой, а ты не очень умный, абсолютно». Наоборот, ему нравится действовать в жизнях не очень умным. Писание говорит, «Немного среди вас там грамотных, немало, немного среди вас там таких великих там и так далее, но я буду брать неумное и делать его умным». Я множество раз это видел, друзья. Я множество раз видел, как Бог брал человека, и он был мертв, а потом он становился жив. Он где-то ходил своими путями, а потом приходил к Богу, и Бог поднимал его и делал его просто Божьим красавчиком. Друзья, давайте мы поблагодарим Бога за его жизнь. Аллилуйя! Давайте мы помолимся. Отец, Бог наш, Боже, нам так классно, Боже, с Тобой, Боже, нам так хорошо с Тобой, Боже, в Твоем присутствии, Боже, в Твоем доме, Боже, среди братьев и сестер, Боже, когда мы можем говорить о Тебе, о Твоем слове, о Твоем духе, Боже, о Твоей любви, о Твоем желании благословить нас, Боже, провести от Песоха через Шавот, через Йом Труа, Йом Кипур, в Суккот. В Суккот. Время Твоего наибольшего присутствия, наибольшего Твоего света в нашей жизни и нашего света, приобщающегося к Твоему свету. наибольшего, Боже, Твоей славы, Боже, Господь, и Твоей победы в нашей жизни, Боже. Потому что Ты добрый Бог, любящий, благословенный, благословляющий. Боже, Ты хочешь, Боже, Господь, иметь общение с нами. Ты, Господи, желаешь, Боже, чтобы мы состоялись, чтобы мы были теми, кем Ты нас видишь, Боже, чтобы мы, Боже, преобразовывались обновлением своего ума, Боже, Господь, и не сообразовывались с веком сим, но отдав себя в Твои надежные руки, мы познавали Твою волю, благую, угодную, совершенную, входили в Твою волю и были счастливы, потому что тогда мы в Твоих руках, тогда нам ничего не страшно, потому что Ты Бог. Аллилуйя! Друзья, давайте воздадим славу Господу. Да, да, мы ждем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Аминь